Интернет-магазин KeepMotion.ru Всё для активного отдыха и спорта Экшн-камеры, аксессуары и многое другое Ссылка на магазин в описании к этому видео При заказе в виде кодовое слово KeepMotion И получи скидку Привет, интернет! С вами Никит Годзилла И мы идём снимать репортаж Ну, точнее, небольшой видеоблог На Лептофесту Как это будет хуёво? Сейчас, подождите, заново, заново, заново Привет, интернет! С вами Никита Годзилла И сегодня суббота, 23 мая И мы пошли снимать репортаж На мероприятие, которое называется Лептофеста Что это такое и с чем это всё едят Мы сейчас всё вам покажем Так что не отключайтесь Как вы уже могли заметить, я сегодня в моднейшей шляпе Красного цвета Ты знаешь, что такое Лептофеста? Что означает? Это фестиваль Само слово, что означает? Ну, внести свою лепту А мы узнаем этот ответ чуть позже Шляпа это такая, конечно, интересная вещь Головной убор, который может внезапно улететь И ты как идиот бегаешь за ней, пытаешься её поймать А ветер всё её перекатывает и дальше уносит И ты не можешь поймать В общем-то, может попасть в неловкую ситуацию Приходится держать свою шляпку Ну, народу немного Сегодня суббота, все в разъездах Погода хорошая Кто-то уехал отдыхать за город Всё это время были дожди И холодно, прохладно Ну, как вы можете видеть Людей в Мунтогорске в субботу нет И либо все на Лептофесте В пирамиде хоть баннер поменяли То у них висел с 14 февраля и 23 февраля Баннер, не знаю, месяца два, наверное Хоть вернули на обычный Успех Ребята, так проходится Много детей? Мы просто будем создавать атмосферу, а вроде бы я вот так вот делаем, вот так, чтобы нам потом перед нашим мэром будет отчитаться, что все-таки деньги, бюджет отошел в нужные условия, все так далее. Ага, значит, они деньги отмывают таким образом. Стоит снять. Как право одних покойник, послал Владимир Столк, жизнь коротка, ритма без цвета, спирал мой ступорчик, без кипятка, злопая рука, она кашляет степа. Как кто-то из башни, угол просто не стоит, ведой на олевшись, команда желтожных, вторую тюльпу, по трекингу умер, против умер. Все это очень круто, если хочешь стиль паттл, смотри, так дороже. Это не броню, а это червская села, я на картину перед носковой ствола. Камера снимает. Давайте пожелись. Твистик, твистик. Левта в теле 2007-го. 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 Фестивальный фестиваль всех направлений, хип-хопа, хаоса и брэк-данса. В 2007 году наш фестиваль живет и процветает до сих пор. Почти вся география Урала у нас здесь. От Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Кучелы, Белорецк, Магнитогор, сам. Поэтому как бы вот так. Что обозначает Лептофеста? Многие смотрят, спрашивают, что это такое, что обозначает вообще? Ну это типа Лептофеста. Каждый лепит свой стиль на нашем фестивале. То есть лепим стиль вместе. Каждый делает сам себя. То есть фестиваль делают, не мы делаем фестиваль, а люди делают фестиваль. Мы лишь даем только пластилин для этого. Слушай, а как городская администрация к всему этому вообще относится? Они нас очень хорошо поддерживают, поэтому фестиваль в рамках городского проходит. По сути дела это городской фестиваль уже давно. Дальше какие планы вообще на ближайшее будущее? Какие-нибудь оголделые привозы? Или может быть... Ну в принципе в силу экономической стабильности России пока привозов никаких нет. Раньше мы много возили из Америки, из Финляндии людей. Пока только местные люди ближайших городов. Москва, Уфа, Екатеринбург. Только так пока. Вы получается сами занимаетесь... Ну как чуваки, которые танцами занимаются и занимались, да? И вы сами решили сделать вот эту всю тусовку, движуху и в массы, как говорится, продвигать. Вообще все как бы зародилось так, что мы танцевали на военной части. Там был актовый зал. И был прикольный большой зал. Мы занимались сами там. И в какой-то момент придумали, что давайте позовем всех танцоров и сделаем батл. Ну сделали батл. Прикольно. Раза два-три там собирались. Потом сделали в Манеже большой фестиваль. Потом Робозана, Бумеран. Почему меняете площадки? То есть у вас каждая лепта, каждый год на какой-то новой площадке? Это с чем связано? Не, не каждый раз на новых площадках. Ну все-таки у вас меняется. Ну просто находятся новые локации. Интересные, как это. И почему бы не провести здесь? Слушай, ну и напоследок, какая у вас идея, миссия вообще? Что вы хотите этим фестивалям показать, донести до людей? Какая-то миссия есть? Ну можно сейчас увидеть, что здесь одни дети. То есть половина фестиваля занимают именно дети. Наша цель внести в массы... Это не уловка для педофилов, сразу говорим как бы... Нет, ни в коем случае. Дети, которые начинают заниматься, растут, растут. И дальше уже вырастают и начинают быть профессиональными танцорами. Цель больше популяризации танца в Магнитогорске и не только. Тем более у нас в городе не так много мероприятий сейчас осталось. А сколько будет самый чат-кутежак? Получается в 7 часов будут финалы именно взрослых. То есть про танцоров. Поэтому самый кутеж там будет. Все, Егор, спасибо. А у вас здесь записываете участникам или все это все? Да. Что это? Много участников записалось? А, записалось хип-хоп-про. А ты с вами танцовываешь, нет? Да. Сегодня будешь наступать показатели? На брейдинге, да. Ну по стилям здесь растяжено, да? Все получается. Больше всего хип-хоп танцует, да, получается? Хип-хоп рулит. Главного ловила со стороны встретили. Стоит девочек-клеи. Так неужели? Привет, чувак. Здорово, чувак. Как твои диджейские дела? Мои диджейские? Ты там, по-моему, хотел покупать самолеты? Да, я еще не купил. Мне кажется, ты помолодел. Я попрился. Попрился, да. Сейчас кризис как бы. Еще чуваку денег занял. У меня были прям бабки, я занял денег, а он мне до сих пор не отдал. Потому что кризис. Кризис, ребята, в стране. Держи. Кризис, да, кризис. Вот мой первый учитель. Вот, вот стоит. Как тот? Как тот? Первый на статус. И Макс зовут. Привет, маленькая штучка. Можешь показать что-нибудь? Вот сегодня в фестивале Аптофеста. Ребята, приезжают с правильными напитками. С правильными напитками только сегодня и только здесь. Только так, только так. Почему закрыли вайн? Вот все спрашивают. Потому что... Вот из-за этого закрыли, короче. Вот из-за этого. Это на самом деле кофе с молоком, так что вы не подумайте. Как вы могли видеть, пока там куча школьников. Очень пластичных, как в цирке Дюссалей. Теперь вы знаете, что такое Аптофеста. Достаточно веселое мероприятие. Все делают круто, ребята. Сейчас я объясню, почему не будет видео с финальной части Аптофеста и видео с Гибсона, автопати. Потому что у меня заболело горло, и я поехал домой. Полоскал всяким дерьмом. В общем, самая неинтересная часть. Но к вечеру стало получше. Я нажрался Глинтвейн. Поехал в Гибсон. Там на самом деле никого не было. То есть клуб вообще абсолютно пустой был. Сделал пару вот этих фотографий с Максом Миллионом в фестхендом. Выпил наполовину кружку пива и поехал домой. Так, куда я пришел? Ладно, пойду назад. Фишка в том, что на автопати никто не приехал, как мне сказали ребята. Все, кто был на Аптофесте, походу они поехали тупо за город, потому что погода заебись. Ну, а тем временем сегодня будет концерт с итальянцев Барли Уэйк. Я сейчас на него поеду. Все приезжайте, ребята, на концерт. Это видео с концерта я тоже буду снимать. Возьму интервью у итальянцев и завтра его залью. Ну, всем, все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok